Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал. И возможно вы слышите сзади меня шум дождя, это потому что наглянул сюда в Гуанчжу небольшой тайфун. И поэтому мне кажется самое идеальное время для того, чтобы сделать распаковку вот этого нового телефона от DOOGEE. Это тот бренд, с которым у меня довольно-таки неплохие взаимоотношения и мы периодически общаемся. Я от них получаю иногда некоторые телефоны, честно протестировать, высказать свое мнение. И вот сейчас они отправили мне защищенный модульный телефон. Это довольно-таки необычная идея, хотя подобные идеи летают в воздухе. И, например, в армейском мире модульная система потихонечку приходит. Ну, в всяком случае, США. Про наши страны я не совсем уверен. Так что, поехали! Мне была отправлена вот такая вот версия в таком чемоданчике. Это, как я понимаю, подарочная версия. Так что давайте приступим к крафт-походке. Именно в этой версии телефон сразу идет с пауэрбанком. Он на магнитной застежке. В принципе, довольно-таки неплохая идея. Сам телефон ощущается увесистым. Имеется несколько различных кнопок. Для моей руки он великоват, как вы можете видеть. Я предпочел бы телефоны немножко меньшего размера. Максимальный размер, который для меня более-менее такой допустимый, это примерно размер айфона 7. Слева у телефона имеется кнопка для шорткатов. Это довольно-таки важно. Под нее можно настроить совершенно разные задачи. Запуск различных приложений, либо какие-то определенные действия, которые будут производиться с телефоном. С правой стороны у телефона расположена кнопка затвора камеры, чего не хватает, кстати, у многих современных телефонов. Несмотря на то, что почти у всех современных телефонов камера в разы лучше, чем у данного телефона. Но отсутствие вот этой кнопки очень сильно напрягает и иногда затрудноняет использование телефона в качестве злота аппарата. Также с правой стороны у телефона имеется кнопка включения и качает управление громкости. Но есть такой небольшой минус, так как здесь имеется только Type-C разъем. Здесь нету 3,5-мм разъема под наушники, под гарнитуру. Для меня это довольно-таки, ну, сейчас и недостаток. Например, на моем Honor 10 есть разъем под наушники, и я им больше всего времени пользуюсь. У меня был другой телефон, только в Type-C разъем, где Type-C разъем быстренько развалился. Я думаю, развалился в течение полугода, так как к нему постоянно подключались эти переходники. И они периодически шатаются, и, скажем так, это слабая часть большинства телефонов, у которых имеется только Type-C разъем, и нет 3,5-мм разъема. Но я думаю, говорить о телефоне не очень-то интересно, так как это самый обычный зарядный телефон от DOOGIE. Здесь нет прямо таких супер характеристик внутри, здесь нет ничего особенного, за исключением самой модульной конструкции, которая и является, наверное, главной фишкой этого телефона. Если вам интересны характеристики, то вы можете посмотреть либо справа от меня, либо слева, в зависимости от того, как я их делаю на монтаже. Но давайте лучше поговорим именно о фишке этого телефона, а именно об его модулях. И первый модуль, который мне по факту понравился, это модуль ночного видения. По факту это обычная камера с относительно большим сенсором и крупным размером пикселей, здесь всего 2 мегапикселя, чтобы вы понимали, в обычных же камерах телефона там 10, 15, 20, сейчас даже 40-мегапиксельные камеры на телефонах появились. Но так как здесь мало пикселей, а сенсор относительно большой, то получается довольно-таки неплохая светочувствительность. Естественно, было бы классно, если бы этот модуль мог снимать в инфракрасном режиме, либо мог еще какие-то функции вроде термовидения иметь. Но по факту за эти деньги очень неплохие результаты. Я на самом деле был очень удивлен, как снимает эта камера, и, честно сказать, мне понравилось. Вот вы сейчас можете увидеть сравнение вот этого модуля вместе с iPhone и Honor M10. Также чуть попозже вы увидите сравнение вот этого модуля с моей камерой Panasonic LX10, у которого 1-дюймовый сенсор и очень светочувствительный объектив с апертурой 1.4. Как вы можете видеть, довольно-таки неплохой результат, и камера показала себя очень даже неплохо, хотя изначально я был очень скептически к ней настроен, так как первый раз я тестировал ее именно в условиях хорошей освещенности, где она, откровенно сказать, лажала, так же, как и я сейчас, путаю ее слова. Ну, всякое бывает. Но, в принципе, реально очень интересный модуль, кроме того, он широкоугольный, что для съемки видео, в принципе, неплохо. Фотографии, конечно, получаются так себе. Также фотографии на основном модуле камеры получаются тоже, ну, не ахти, так же, как и видео. Но то, что меня немножко поразило, здесь очень неплохая стабилизация также, а так как модуль широкоугольный, при съемке видео, в принципе, можно еще на постмонтаже сделать картинку еще более ровной, что очень-очень круто. И реально вот этот модуль меня немножко зацепил. Следующий модуль, который я бы хотел протестировать, это модуль Волки-Толки. Но, к сожалению, у Дуги он еще находится в процессе разработки. Точнее, когда они мне отправили телефон, он находился в процессе разработки. Поэтому, к сожалению, не получится его протестировать. Хотя идея использования рации, в принципе, очень интересна. Тем более, здесь они планируют разместить разъем под гарнитуру нормальный. И, в принципе, было бы неплохо иметь рацию в некоторых ситуациях. Хотя я, опять же, не особенно представляю, кто будет возить с собой весь этот набор из камеры, пауэрбанка и вот этого модуля Волки-Токи. Но, в принципе, как игрушка для большого ребенка, в принципе, каким мы все являемся, это очень даже... Я надеюсь, что удастся дождаться именно полноценного радиомодуля от Дуги и протестировать его. Но пока давайте перейдем к следующему модулю. И следующим модулем является пауэрбанк. Он также крепится на магнитные защелки и имеет емкость 5000 мАч. Вместе с ним телефон реально превращается в огромный кирпич. И это, наверное, самый главный минус. На этом, наверное, все о модулях. В принципе, модули самая интересная часть. У телефона есть поддержка NFC. Он, в принципе, имеет воду, какую-то защиту. То есть его можно спокойно положить в раковину, его можно оставить в ванной. С ним можно пойти нырять. Кстати, здесь есть функция съемки под водой, что, в принципе, является довольно-таки неплохим плюсом, если вы куда-то собрались или занимаетесь каким-то активным спортом, связанным с водой. Но так как он тяжелый, он, скорее всего, пойдет ко дну. Кстати, здесь имеются приустановленные приложения, такие как компас, измеритель уровня звука, приложение для того, чтобы вешать картины ровно. Не знаю, когда это понадобится. Обычно всегда вешаю картины на глаз. Устройство для измерения высоты, магнифайер, градиент. Это штука, которая на уроке геометрии измеряли угол. Я не помню, как он называется, вот честно. Простите, учителя геометрии и алгебры. Я это уже забыл. Я школу уже давно, блин, закончил. Я думаю, это уже не надо мне. Есть здесь еще приложение барометра. В принципе, все эти приложения можно спокойно скачать с маркета, так что они не являются чем-то таким особенным и интересным. Если же говорить об экране, то, в принципе, его яркость достаточно, картинки достаточно сочные. Ну и, в принципе, если сравнивать с другими телефонами, я тоже ценового диапазона, в принципе, они все одинаковые и какого-то чуда ожидать не стоит. Но работают, показывают то, что надо, показывают как надо, и этого, в принципе, считают, что достаточно. Ну и, наверное, еще одна вещь, которая, я думаю, очень многих интересует, это, насколько хорошо здесь работают основные камеры, которые не являются модулями, а которые встроены именно в сам телефон. В принципе, они работают. Это все, что я могу сказать. В этой же ценовой категории вы спокойно найдете множество телефонов, в которых камера работает в разы, в разы лучше, чем вот это. Но наличие модулей, в принципе, очень подкупает. Но, в принципе, чтобы сделать фотку у вас на природе и в условиях хорошего дневного освещения, этой камеры достаточно. Также ее достаточно, чтобы сделать селфи. Лично мне бы хотелось бы увидеть развитие вот этих модульных технологий, и телефон, в принципе, неплохой. Он интересен именно вот этой своей модульности. В плане характеристик, как я сказал, здесь ничего такого нет, чем бы он мог выделяться. Но идея, конечно, очень и очень интересная. И если бы здесь появились модули теплодизеры, модули реально ночного видения с инфракрасной подсветкой, модули, которые позволяют обеспечить спутниковую связь, еще какие-то модули. Ну, в принципе, это очень можно хорошо развить в различных направлениях. Это уже дуги. Я не знаю, будут ли они развивать эту линейку, либо они забудут на ней, используют это просто как маркетинговый инструмент для продвижения именно своей марки. И также хотелось бы увидеть интересные модули и от других производителей. Ну, тех же Samsung, Huawei, Apple, я не знаю, какие там еще бренды есть. Их сейчас много. А, Xiaomi, точно, Xiaomi. Но, опять же, с точки зрения практичности, это не самая практичная вещь. То есть, это неплохо идет в качестве подарка, в качестве сувенира, в качестве большой игрушки для себя любимого, либо для кого-то из близких людей. Но, в качестве того девайса, который вы будете таскать с собой все время, ну, я не знаю, я как-то в этом не уверен. То есть, если мне нужна нейтриджен-камера или камера с хорошей чувствительностью, я лучше возьму LX10, либо вот эту Sony, которая, в принципе, покажет намного лучшие результаты в плане всей чувствительности и эффективности. Если мне понадобится рация, то проще взять небольшой модуль и будет закрепить с собой дополнение к телефону и быть менее зависимым от связи. Да, несмотря на то, что по заверению производителя, дальность данной рации будет составлять около 10 километров. В качестве дополнительного пауэрбанка, ну, опять же, в качестве моего телефона здесь выступает Хуанар 10. И здесь вот, вы можете видеть, вот такой чехол-аккумулятор. В принципе, мне его хватает, его емкость где-то 3000 мАч. И, зная некоторые особенности, с которыми Дуги делает оптимизацию своих батарей, ну, это пока нет у них такой возможности, чтобы догнать в плане производительности и оптимизации именно всего железа до уровня Хуауэя. Ну, в принципе, девайсы интересны, так что, если вам будет интересно, то я ссылки оставил внизу, можете перейти по ним, посмотреть, какие варианты есть, какая стоимость. И если понравится, то приобрести. Все ссылки имеют мой партнерский код, соответственно, если вы по ним купите что-либо, то я получу небольшую комиссию. В общем, как-то так. Всем спасибо и пока! Да, кстати, если вы досмотрели видео именно до сюда, я скажу одну вещь. Я телефон сломал. Да, натурально сломал. Он у меня пробыл недели две. До этого времени я его протестировал. Но последние несколько дней я его случайно сломал. Я оставил его рядом с масляным обогревателем. Он немножечко перегрелся и сейчас жутко-жутко глючит. Так что телефон не для высоких температур. Ну, я думаю, там не супер жарко было, как бы. Просто на небольшую мощность обогреватель рядом с ним стоял телефон. Ну, такое иногда бывает, что... Сами понимаете. Ну, пока я не знаю, что говорить о телефоне. Телефон мне понравился, но то, что все-таки я его умудрился сломать, ну, как бы... Ну, такое, скажем так. Так что, смотрите, стоит покупать или нет. Но жизни со мной телефон не выдержал. И всего двух недель. Спасибо. 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 Спасибо.